Три главных героя олицетворяют три игры Fallout. Имя Люси — это сокращение от Люцифер, что переводится как «Несущий свет». Братство стали в сговоре с Хэнком, отцом Люси. Я прочитал очень много комментариев к сериалу Fallout и выбрал самые интересные и лучшие из них, чтобы поделиться с вами фанатскими теориями об этом сериале. Ведь часто бывает так, что комментарии куда интереснее, чем сам сериал или видео с разбором этого сериала. Все персонажи в сериале — это именно что определенные сборки персонажей игры. Сериал для лора игры приносит очень много основ, причем закрываются определенные огромные и сюжетные дыры. Самое основное же является то, что в течение целых двухста лет на поверхности так и не образовалось государство, которое могло хоть как-то организовать порядок для пустошей и вернуть общество обратно в индустриальный период. А существует лишь феодальная раздробленность фракций и отдельных группировок. Хватило бы 50-100 лет, чтобы какая-либо из фракций захватила все остальные и диктовала бы условия для всех остальных. И тут в сериале пример с НКР, который разбомбили кто? Конечно же Волтек, задача которой состоит из того, чтобы не допустить на поверхности никакой моновласти, фракции, которая могла бы как-то противиться им. По сериалу в том числе также становится ясно, что Волтек равно правительство, и в том числе Волтек равно анклав. Но по просмотру сериала мы видим, что элиты Волтека настолько тупы на примере того же вице-президента, который добровольно стал мозгопылесосом. Решив, что уничтожив землю, они придут на всё готовенькое, мир послеядерный-то выжил, он мутировал, извратился, одичал, но выжил. Именно что эволюционировал, он вышел из офисных пиджаков-дегенератов, адаптировался и стал агрессивнее и сильнее. А те законсервированные доядерники убежища ни в чём не сравняются с теми, кто выживал на поверхности. И тут эти дегенераты Волтека, прождав какое-то время и решив вернуться наверх, заметили, что жизнь-то наверху живее всех живых. Это не пустыри, где полил водой и после вырастет что-то. А лорды агрессивных, мотивированных бугаёв только и мечтают открыть эти консервы убежища и забрать оттуда в рабство убогих и хилых. Поэтому они и стали ждать. Годами, десятками и вот двумя веками. А мир-то меняется, эти дикари становятся умнее, сильнее с каждым поколением. А эти консервные дегенераты с инбридингом и демократическими ценностями становятся всё беспомощнее и тупее. И тут основной конфликт людей доядерного и послеядерного типа. Как основной пример, почему у доядерщиков Волта, Конклав, Институт каждый раз был факап по захвату власти в пустошах, появлялся игрок убежища, который выжил в этом поверхностном мире, принял его условия и начал крушить всё направо и налево. И, в соответствии с убеждениями, решал вопрос, что ему делать с этими закулисными руководителями. И, как мы видим в каноне, он, игрок, только и делает, что ставит на колени лживых менеджерюк. «Война никогда не меняется» — это отсылка к фразе «побеждает сильнейший». И каждый тезис сериала это подтверждает. Говард Купер может быть один, потому что он сильный. И неважно, с какой точки зрения — ментальной или физической. И именно осознание этого факта приводит героиню в финальную точку. Война не меняется, потому что побеждает сильнейший. Люси стала сильнее, и её действия были возможны только потому, что она была сильнее. Добрыми, в классическом понимании, могут позволить себе быть только крайне сильные люди. Это как игра на повышенной сложности, фактически. Но это не отменяет того факта, что доброта их прихоть, причудо, пусть даже неосознанное, практически все проблемы человечества, а также, возможно, причина его конца в жажде власти. Бери эту составляющую, и бесконечный цикл войн прекратится. Если собрать все ресурсы, потраченные на создание оружия, поддержание армии и направить их на созидание, уже давно бы создали лекарства от большинства неизлечивых болезней. Летали на Марс, решили проблемы голода, перенаселение планеты, глобального потепления и вымирание биосферы Земли. Как были полмиллиона лет назад орущими обезьянами с палками и камнями, так ими и остались, только теперь с оружием, способным уничтожить всю жизнь на планете. Ты не поверишь, но внезапно война — двигатель прогресса. Никакого интернета, космических ракет, внезапно антибиотиков и атомных электростанций не было бы, если бы не трудности в общем и войны в частности. И люди бы, возможно, вообще сидели бы на ветках и ели бананы. Трудности заставляют людей искать решения, а войны внезапно настолько двинули прогресс, что без них мы бы и сейчас, возможно, в каменном веке были. Так что далеко не все так однозначно, очень далеко. Это как серая мораль, за редким исключением, нет абсолютно хороших или плохих событий в истории. В сериале говорится, из уст Максимуса вроде бы точную цитату искать влом. Все хотят спасти мир, но разными способами. Что все хотят мира, но не могут договориться о способе его достижения. Отсюда войны. Власть ради власти — это туфта. Сатирический сериал, злобные корпораты, мы сами взорвем бомбы, муха-ха-ха-ха, реальность. Билл Гейтс хочет распылять светоотражающий аэрозоль, чтобы понизить температуру земли и остановить глобальное потепление. Мы сами живем в сериале Fallout, причем со всеми его приколами, включая самые тупые или абсурдные. Максимус Вместо того, чтобы забрать голову с чипом, самому продвинуться по карьерной лестнице, никому больше не навредив, Максимус отдает артефакт девушке, тем самым ставит ее под угрозу дважды. Первый, когда отпускает одну в логово главгада. Второй, когда толпой рыцарей устраивает погром в этом самом логове. А учитывая, что главгад оказывается на самом деле повстанцем, ратующим за доброе дело и бесплатную электроэнергию, то гадом тут становится Макс, когда перебивает весь лагерь повстанцев. Чужие жизни он выменил на одну свою. Что тут сказать? Натурально средневековый рыцарь. Максимус – трус, а броня дает ему ощущение силы. Гуль – аллюзия на игроков, проходящих силовым путем игры. А Люси – первое прохождение. Такой трус, что куском унитаза отбил свою броню у троих бандюганов. И я согласен с последним комментатором, если бы Максимус был трусом, вряд ли он оставил бы теплое местечко в убежище и пошел бы спасать Люси, когда та попала в передрягу. А вот кто трус, так это Титус. Он не получает удовольствия от унижений или избиений, убийств. Если бы он был таким, то он порвал бы пасть медведю и наблюдал, как тот мучится. По сцене с заглотом становится понятно, что такое возможно сделать с помощью брони. Плюс Титусу учились не обращаться, Максимуса нет. Титус отправил пушечное мясо Максимуса вперед. В случае, если медведь был бы в логове, у него было бы время уйти, пока медведь занят едой. С Гурем все по-другому. Он также не получает удовольствия, он просто равнодушен к смерти, он не может уже бояться. Он успел увидеть ее тысячи раз лицом к лицу без крутой брони и супероружия. Для него есть цель, а остальное способ ее достижения. В подтверждение его равнодушному отношению к людям, служит диалог о пытках, когда Люси была его приманкой для заглота. Я тебя не пытаю, милая. Я использую тебя как приманку. И все-таки в нем есть и благородство, и сострадание, и даже честь. Когда его взяло правительство, он взял на себя вину за багром, который устроила Люси. Хотя мог этого не делать. Купер убивает своего друга Гули Роджера милосердно. Он напоминает ему о том, какой вкусной была еда, из-за чего Роджер сразу придается радостным воспоминаниям. Вспоминает о матери. Говард стреляет в него именно в этот момент, как только тот поворачивается к Люси. Причем прямо перед этим, будто по другой причине, отходит противоположную девушке сторону. Из-за чего его друг больше не может видеть обоих своих посетителей одновременно. В итоге Роджер умирает без страха и с приятными мыслями в голове. Если бы Куперу было все равно на друга, он мог бы выстрелить в него в любой момент. И мог бы не проявлять сочувствие в беседе перед этим. И не сидеть рядом с ним, а постоять в стороне. Я бы сказал, что Говард стал как раз тем, кем не хотел. Что наглядно показано, когда он увидел фильм с собой. Да и Люси немного его расшевелила и пошатнуло его мировоззрение. Он хотел быть героем, но стал тем, в кого превратили его героя впоследствии, когда он убивал безоружного. Антигерой привлекает людей тем, что он на фоне однозначно плохих и однозначно хороших выглядит живым, настоящим. Он в самом сериале говорит фразу «Хороший злодей думает, что он хороший». В жизни, за редкими исключениями, нет таких персонажей, как Джессус или Дьявол. Все балансируют, совершая хреновые и хорошие поступки, поэтому так симпатичны нам герои серой морали и антигерои. Люси — единственный персонаж, который сохранил веру в этот мир и людей в нем. Веру в добро, справедливость и взаимопомощь. Для тех, кто не знает, Люси — это сокращение от Люцифер, несущий свет. Разумеется, он, точнее она, идет вместе с числовым эквивалентом своего имени, цифра 33, номер убежища. Ее отец оказался злым козлом, уничтожающим целые цивилизации. В сериале это просто город. По своей прихоти и даже свою жену, которая выбрала для себя и дочери иной путь. Что стоит за образом персонажа Максимуса, я лучше промолчу, как и о многом другом, что скрыто в самом сериале. Поэтому любой обзор этого сериала — это чтиво для обывателя. Самое смешное, что сериал с критикой корпораций сделала сама корпорация. Очень странная самокритика, наводящая на очень странные мысли. Они пытаются ли нас таким образом отвести от чего-то, от реального решения проблемы? Мне очень понравилась идея, что три главных героя олицетворяют три игры Fallout. Купер Говард — это Fallout New Vegas, потому что он ковбой, и от него отдается старыми вестернами, в которых он снимался. Он в своем роде Клинт Иствуд своего времени. Люси Маклин — это Fallout 3, потому что она ушла из убежища на поиске отца. И Максимус — это Fallout 4, потому что он получил силовую броню в первый час сюжета, практически ничего не сделав для этого. Но как только сюжет кончается, он даже сам толком не знает, что хочет делать. То ли он хочет нести справедливость, то ли он хочет выполнить задание братства и доказать ему свою преданность, то ли он хочет жить в убежище в комфорте. Четвертый персонаж — брат Люси. Олицетворение игроков, который больше любит читать записки и листать головоломки. Имея одинаковый старт — похищение отца, Люси и ее брат узнают правду разными способами. Люси путем приключения, брат путем расследования в убежище. Почему никто не задался вопросом, почему именно братство Стали первыми прибыли после взрыва? Еще не успела осесть пыль, как они уже тут. И откуда они узнали про голову Анклава? И как Хэнк быстро освоил броню? Точнее, одел ее за долю секунды? Не думаю, что он воевал или носил ее до войны. Чувствую, что тут есть сговор Хэнка и братство Стали о взрыве Шэнди. Мне Купер очень сильно напомнил Человека в Черном из сериала «Мир Дикого Запада». Может быть, даже благодаря Нолану получились такие близкие и неоднозначные персонажи. Максимус напоминает мне Финна из «Звездных войн», потому что он чрезмерно скучный персонаж, который, как и Финн, просто существует, только чтобы возле главной героини бегать. Персонажи даже похожие моменты имеют. Оба относились к фракции, которая имела как главный атрибут узнаваемые доспехи. Оба предали как-то фракцию, но Максимус в итоге вернулся к братству. Оба вели себя как чуваки, что не качали интеллект, выбрав удачу. Они даже вроде оба с детства попали в фракции. В общем, очень неприятный персонаж, который, к сожалению, имеет влияние на сюжет. Ну, ты сравнил Бобу и Зелебобу. У Максимуса харизма всё-таки есть. Да и актёр всё-таки поприятнее. Персонаж этот нужен как комичный перс, который является аллюзией на подростков. Мол, и тех унижают в школе. Зато когда выдаётся возможность попантоваться перед девушкой или в доте затащить катку, то сразу царю дворца. Момент, когда Тодиус целую бойму выпустил и не попал, мне скорее напомнил отсылку к криминальному чтиву, где парень в упор стрелял и ни одной пули не попало в главных героев. Не знаю почему, но никто не заострил внимания на поведении первых людей, которых встречает Люси во второй серии. Она с ними пытается взаимодействовать, и они не обращают на неё внимания, как NPC. Потом она проходит на рынок и задаёт вопрос. Её опять игнорят. Проходит в поселение и то же самое, кроме Громилы, который так и должен себя вести. Оруженосец рыцаря силовой брони таскает на себе огромную сумку со снаряжением. Это намекает на спутника, который сопровождает героя игры и в основном используется как грузчик, таскающий значительную часть инвентаря. Когда рыцарь Титус ругается на Максимуса, он говорит, что его посылали искать древний артефакт, но тот оказывается просто тостером. Это отсылка на дейли квесты Fallout за братство стали. Скорее, это отсылка к другому проекту Интерплей, Вестленд. Там главный герой везде находил тостеры и даже был специальный перк на их разбор. Фраза про лампочку присутствовала и в Fallout 3 в разговоре с Мойрой. Игрок, здесь просто великолепно. Потолка в главной комнате вообще не видно. Мойра. Ха, да ты себе и представить не можешь, как сложно менять вон ту большую лампочку. А если вам интересно, что я думаю о сериале Fallout, то вот два видео с моими комментариями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!